МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 марта во Дворце Республики пройдет концерт «Оставь последний танец» для меня, популярного российского исполнителя Сергея Любавина. С подробностями у нас в студии сам исполнитель. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень приятно находиться в этой уютной студии, в таком замечательном обществе. Сергей, но это же не первый сольный концерт в Беларуси ваш. Практически каждый год можно видеть вас на афишах. Расскажите, где пройдут концерты по Беларуси и что ждет зрителей? Это будет тур и несколько городов. Это Могилев, это Гомель, это Витебск. И, конечно же, венчать будет этот небольшой тур, такой центральный концерт во Дворце Республики. 28 марта. И очень много сюрпризов мы готовим. Каких? Расскажите. Так вкратце хотя бы намеком. В первую очередь, это, конечно же, первое такое камерное отделение с вашим замечательным симфоническим оркестром, то есть струнной группой, которые будут любезно согласились помочь нам в проведении вот этого концерта. И песни написаны специально как мной, так и многими авторами. То есть это есть и западные авторы, там есть и французы, и аргентинец, и бразилец. Музыку люди писали. Специально музыка и специально песни написаны под струнную группу симфонического оркестра. То есть первое отделение планируется такое камерное, красивое, пафосное, с великолепными мелодиями. Вот. Второе отделение, это, собственно, название программы. Прозвучат новые песни. В общем-то, будет возможность у людей, которые придут не только насладиться музыкой, но и где-то даже потанцевать. Это такой намек. Можно будет проходить. Да, то есть, ну да, так составили мы часть вот этого второго отделения программы. И второй момент для любителей, их очень много в Беларуси, я знаю, творчество Сергея Есенина. Прозвучит такой небольшой блок и самые лучшие какие-то вещи на стихи этого поэта замечательного. Ваша музыка. Не только моя музыка, но в основном, да. И будет очень много сюрпризов. Вы знаете, рассказывать о концерте, это как пересказывать какую-то книгу интересную. А ну-ка расскажи мне, что ты прочитал, о чем там, или фильм, чем там заканчивается все. И все, пропадает интрига, поэтому я не буду до конца открывать. Мы сейчас очень так уверенно и мощно готовимся к этому концерту. Мои музыканты приедут, также большая группа. И я думаю, что такой отчетный, большой, у нас таких больших не было концертов в Минске. Мы постараемся провести на самом высоком уровне, на радость зрителей. Что говорить, надо слушать, надо послушать сейчас Сергея Любавина. Вы пришли к нам с новым клипом. Расскажите о нем. Ну, клип «Признание» это как раз клип, записанный симфоническим оркестром на одной из лучших московских студий. И, в общем-то, он о многом скажет зрителю. И, собственно, вот в такой манере пройдет у нас первое отделение. Очень красивая музыка, очень качественные аранжировки. Вот таким образом. А то, что касается второго отделения, как я уже сказал, там уже зажжем по-настоящему. Давайте посмотрим фрагмент клипа. Звезда сорвалась, загадай скорее, одно желание судьбы своей, всегда быть вместе хоть сто тысяч лет, твоей улыбки видит свет. Тоже прекрасный клип с романтическим таким настроением. Не для утра, конечно. Сергей, приглашайте еще раз наших зрителей на концерт. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я от всей души приглашаю вас 28 марта во Дворец Республики на свой первый такой большой в Минске сольный концерт. Я думаю, что он пройдет успешно, он пройдет на благо и вам, и моим музыкантам, и мне лично. И, в общем-то, хотелось только приехать из России, показать все самое лучшее, что накопилось за эти программы, за эти года. Приходите, милые женщины, берите своих мужчин. Приходите, зажжем по-настоящему. Ну что, спасибо вам огромное за время, которое вы нашли, чтобы прийти к нам в студию, рассказать о себе, своем творчестве и предстоящем концерте. Спасибо огромное. Итак, у нас в гостях был певец Сергей Любавин.